Ежедневно Анатолий Полященко идет по своим делам через сквер Героев 21-й армии. Признается, неоднократно видел, как здесь проводят дезинфекцию сотрудники спецремстрой Зеленхоз. Говорит, обеззараживание никаких неудобств не доставляет, а наоборот идет на пользу всем жителям, которые сюда приходят. Хорошо, если такой кризис с пандемией. Молодцы, работают люди. Повышается уровень безопасности людей, которые потом посещают эти места. А я мимо хожу, поэтому вижу, и там обрабатывают, и здесь обрабатывают. В сложный эпидемиологический период во всех скверах, парках, на бульварах и других общественных пространствах работают специальные мобильные бригады и поливомоечная техника. Сотрудники спецремстрой Зеленхоз обеззараживают скамейки, урны, пешеходные зоны, детские и спортивные площадки. Все поверхности, которым может прикоснуться человек, в том числе и парапеты у фонтанов. Хлор, содержащие средства, в воду не добавляют. Зеленхоз обслуживает 39 самарских фонтанов. Любоваться ими жители смогут как минимум до конца этой недели. Сроки отключения переносили уже дважды. В этом году они работают дольше обычного в связи с благоприятной погодой. После отключения фонтанов сотрудники муниципального предприятия займутся профилактическими работами. Все это будет проходить в профилактику до апреля месяца. То есть в апреле месяце, в конце апреля месяца, как всегда, мы начинаем, опять-таки, по погоде, начинаем включать фонтаны. Пока же санобработка скверов и находящихся в них элементов благоустройства проводится по графику. Циклично. Сейчас продолжаются работы по десятому кругу, который завершится до конца октября. Учитывая складывающиеся погодные условия, тепло, сухо, проводится по-прежнему ежедневная дезинфекция общественных пространств на территории автомобильных дорог. В ежедневном порядке обрабатывается порядка 50-60 автомобильных дорог и порядка 7-9 скверов общественных территорий. В Самаре в период режима повышенной готовности для снижения рисков заражения коронавирусной инфекцией будут по-прежнему в усиленном режиме проводить ежедневную санобработку общественных мест. На открытых пространствах эта работа продолжится до тех пор, пока столбики термометров не опустятся ниже нуля. Елена Малютина, Сергей Баскин. События.